Здравствуйте, меня зовут Ольга. У меня пара вопросов накупилось уже за вашего выступления. Первое. Кино я оцениваю только как зритель, и при просмотре роликов, которые вы нам показывали, сразу возникает вопрос. Если еще до продакшна, до съемки фильма, как осуществляется работа с кастом? Как мы видим, это доливудский каст на этапе до фильма. Как это вы делаете? И второй сразу же. Вы сейчас говорили о экранах, о кинотеатрах в городах. Хотелось бы спросить, как вы оцениваете ситуацию нашу с интернет-кинотеатрами? Я понимаю, что в России сейчас люди не готовы платить деньги за кино-просмотр в интернете. Насколько долго еще это будет внедряться в России, на ваш взгляд? И будет ли вообще человек русский платить деньги за амидиотеку или другие просмотры? Да, ну вы явно просто в теме вопросов. Именно где-то уже либо общались, не мы с вами, а тема. Именно так, что есть какая-то особенность в России, да? Вот никто не платит в интернете и это не работает. Никто не понимает. Приходят, открывают площадки, казалось бы, должно настолько монетизироваться, но не происходит. И все, которые были планы 7 лет назад, в 2010 году первые планы построили, чтобы к 2015 году, они не сбылись даже на 20%. То есть не просто там близко не подошли, а вообще только одна пятая часть от того, что прогнозировалось. Поэтому многие сервисы начинают рушиться и не получается. Да, вот ты на смотрение как таковое. В чем проблема? То ли действительно в менталитете, то есть как бы в нашем понимании, то ли поколения воспитанные как раз вот у нас были. Вот я не знаю, как ответить на этот вопрос. Если говорить о прогнозе, то вот мы в своем кругу прекрасно понимаем, что в ближайшие 5 лет это ничего не изменится. То есть унитизация в интернете, ну она мизерная. 5 лет назад мы там с интернета получали миллион рублей. Ну сейчас да, сейчас 3-5 миллионов рублей можно получить с большого кино. Я имею ввиду так, чтобы это работало. Вот. По поводу кастинга. Это тоже вопрос проработки, да. То есть когда ты делаешь, ставишь, это так же как бы упаковываешь свою идею, когда ты обязательно берешь и показываешь то, кому представляешь картину, фильмы-референсы. То есть на какие ты опираешься... Например, вот этот фильм мы взяли там по стилю монтажа, этот фильм по уровню там художественного воплощения, что хоть где-то. Вот этот фильм по уровню там поиснования или художественной части там цвета, цвет картины, который будет. Или просто вот примерно я хочу, чтобы вот фильм был похож вот на такой вот по своему эмоциональному передачу. То есть обычно нет. Так же выбираются актеры. Ну, имеется в виду то, что ты планируешь, когда ты смотришь типажи. Я еще часто определяю, когда приносят презентацию, и вот всех самых первых звезд поставили. То есть вот мы видим вот это, вот это, вот это, вот это. И ты понимаешь, что они никак даже между собой не могут взаимодействовать. То есть не подходит эта история, что человек просто так поставил самых известных имен, и думает, что... А ты спрашиваешь, а пусть с кем-то общались, хоть какое-то показывание есть, кто говорит, нет, я вот сейчас там собираемся. Но это вот сразу понимаешь, что... Поэтому, конечно, актерская история, как в России нет такого культа еще, как в Голливуде. То есть не создана вот эта звездная такая стандарт, когда действительно большие контракты у студий. Они специально, по слову, выращивают плов, но они выращивают звезд, которые потом на нас, на всех влияют. И мы это смотрим. И вот как китайцы сделали... Ты смотрел Великая стена, китайская картина, да? Универсал вместе. Представляете, они этой картиной первый раз хотели сделать большую российско-американскую попродукцию, и для того, чтобы вывести китайскую культуру в мир. Вот. Задача фильма была показать, и всем напомнить, что китайцы изобрели порох, что в Китае мощнейшая армия еще с тех времен, оснащенная, современная, и что это далеко там не... Какое-то отсталое население живет. Они хотели показать о том, что вообще-то Китай со своей стеной спасает раз в 60 лет от набегов инопланетных этих существ. И все как-то так хотели очень продвинуть Китай, ну, с помощью тематографа просто выплеснуть и показать, что мы очень мощные. А для того, чтобы кино пошло, они решили пригласить американского актера Мэтта Дэймона на одну из ролей, из главных ролей. И сняли первую картинку, разделали, первый монтаж. Цензура не прошла, потому что фильм четко показывал о том, что, ну, у них не получилось. Они даже решили переснять. Фильм перенесли дату, пересняли немножко китайских актеров на передний план, переставили, озвучили. Я просто поучаствовал в процессе частично в этом, как раз вот в финальной истории. И что получилось? Вот вышла картина, в Китае она провалилась. Потому что в Китае очень такой патриотизм сильнейший работает. Потому что оно показывает, что, да, порох придумали, да, крутое войско, да, все вот это работает. Ну, пришел один актер, ему в уставы ложили, его спрашивают, а ты откуда? Он говорит, да я сам не знаю, откуда я хожу, вот здесь, по Азии, там, по Европе, по земле, в общем, даже не знаю, откуда я родился. Ну, умышлено, чтобы... Ну, мы-то все знаем, кто Мадима. И получилось так, что пришел актер, американский, в общем, американцы опять спасли и Китай, в том числе, вместе с его войсками и прочим. И у них это не получилось. У них наказания большие пошли за это, те, кто делали кино, а это еще там государством финансировалось. Потому что они думали, что вот сейчас так... То есть, американцы все равно их обыграли. И пустили кино широко по всему миру, все как нужно. И опять у нас же, у зрителя простого, да, Китая все хорошо, но вот американцы пришли простые, там, три человека, да, и всех спасли императора, в том числе. Спасибо. Спасибо.